Здравствуйте, в эфире студия Репортер, ее проведу я, Константин Гречаны. Сегодня мы поговорим, нужны ли Украине кредиты МВФ. Я думаю, что практически все наши граждане знают, что сейчас действует четырехлетняя программа кредитования Украины со стороны Международного валютного фонда. Это половину суммы мы уже получили, это примерно 8,5 миллиардов долларов. И вот сегодня мы обсудим, необходимо ли Украине дальше продолжать работать по этой программе и, собственно, за счет чего погашать уже те долги, которые есть. У нас в гостях аналитики, экономисты, эксперты, которые помогут нам разобраться в этом вопросе. Геннадий Чижов, добрый вечер, Эдуард Каражиев и Василий Васильковский. Здравствуйте. Собственно, этот вопрос мы и задаем нашим телезрителям, которым предлагаем принять участие в интерактиве. Нужны ли Украине кредиты МВФ? Если вы считаете, что нужны, звоните по номеру 784 80 81. Если считаете, что не нужны, по номеру 784 80 82. Если у вас есть вопросы к нашим гостям или мнения, звоните по телефону прямого эфира 34 92 58. 34 92 58. Василий Николаевич, давайте начнем с вас. Скажите, вот в сентябре была в Украине миссия МВФ во главе с Дэвидом Липтоном. Наше правительство рассчитывает получить два транша до конца года. Как по мне, это несколько самонадеянно. Максимум могут рассчитывать на один транш. Как считаете, вот получит Украина два транша и, в принципе, нужны ли они сейчас Украине? Ну, в том, что Украина получит миллиард 900 миллионов, я, в принципе, почти не сомневаюсь. Потому что это не экономическое, не финансовое принятие решений, это политическое решение. Международного военного фонда, где контрольный пакет акций принадлежит принятию решений Соединенным Штатам Америки, около 17%. У них блокирующий пакет акций. И всегда принимается, ну, в частности, последние годы по Украине, это чисто политическое решение. То есть вы имеете в виду второй транш? То есть у вас транша получит? Один транш миллиард, а другой транш 1 миллиард 900. Нет, один транш миллиард, а второй транш 900. Нет, 900 миллионов. Всего 1 миллиард 900 миллионов в два транша. Что касается, нужны ли Украине, они не нужны Украине. Потому что мы уже набрались от Международного валютного фонда кредитов, которые, я не знаю, сможем мы с них рассчитаться. Думаю, что нет. Смотрите, мы кредиты берем в Международном валютном фонде с 1994 года. Первый кредит, кстати, в 1994 году взяли 230 миллионов, президент Текучми. За эти 23 года мы набрали 35 миллиардов 200 миллионов кредитов у Международного валютного фонда только. А погасили задолженность по Международному валютному фонду 18 миллиардов 200 миллионов. А 17 миллиардов еще не погашены. Скажите, как мы будем их гасить? Кстати, за последние годы 2014-2015 при правительстве Яценюка взят кредитов 14 миллиардов 800 миллионов Международного валютного фонда. И за премьерство Гройсмана 1,9 миллиарда 2 миллиарда. То есть с 1994 года по 2016 год мы взяли почти 17 миллиардов долларов. Вот. И скажите, пожалуйста, чем мы будем рассчитываться? Ведь же не случайно правительству, сейчас представлен бюджет государства на 2018 год, закладывается погашение внешних и внутренних долгов 305 миллиардов гривен. Это, кстати, 35% всего бюджета. Из них почти 5 миллиардов, если точнее, 4 миллиарда 820 миллионов – это проплата по внешним долгам и обслуживание долгов. Кстати, миллиард 900 миллионов надо только по обслуживанию, то есть в следующем году по процентам выплатить. Если мы будем работать, вся страна, весь народ будет работать только, чтобы гасить кредиты Международного валютного фонда, тогда это один вопрос. Если мы думаем, если будем своими мозгами, руками думать и принимать решение о том, что надо самим запускать экономику, запускать ее не за счет Международного валютного фонда. Кстати, деньги Международного валютного фонда в экономику не поступило за все 23 года, я специально анализировал, не поступило ни один доллар в экономику. Все это деньги шли на проедание. Так что я лично категорически противник. Чем мы быстрее соскочим с иглы Международного валютного фонда, тем быстрее мы начнем оздоравливать свою собственную экономику и финансовую систему. Вот есть по этому поводу заявление министра финансов Данилюка, который сказал, что вот эта программа в принципе последняя в Украине, в Украине до аккредитования, мы об этом еще обязательно поговорим, как вот собственно разорвать эти отношения. Сейчас давайте все-таки остановимся на том, что есть, тех двух траншах, о которых мы говорим, вот Эдуард, может вы меня поправите, но все-таки та информация, которая в открытом доступе есть, я читал, что все-таки речь идет 1 миллиард и 1 миллиард 900, два транша все-таки 3 миллиарда долларов. Скажите, нужны ли эти транши Украине срочно и получит ли Украина эти транши? У меня диаметриально противоположное отношение к кредитам, потому что такие дешевые кредиты, только дурак может отказаться от них. Как цифра кредита вы сказали? Дело не в размере кредитов, дело в размере, как кредиты будут, скажем так, использованы, на что они пойдут. Если мы сегодня скажем, что 7%, да, там максимальная ставка, которая бывает у МВФ, там, наверное, еще ниже, 3-4, но любой бизнесмен сегодня закладывает рентабельность 15-20%, а некоторые 50-100%. Если учесть, что они оборачивают свой капитал хотя бы в течение одного месяца, эти 10% превращаются в 120%, а нам нужно давать всего лишь 3-4%. То есть остается, если грамотно этими кредитами воспользоваться, больше 100%. То есть это очень хорошо, это очень выгодно. И надо сказать, что, опять же, здесь цифры были сильно завышены, Николай Васильевич, там всего МВФ ему нужны 8 миллиардов, а то, что брали, оно все возвращалось. И действительно могу согласиться только с тем, что эти деньги в экономику не вошли, они не имеют права входить, они не имеют, государство, которое, Украина, берет сегодня эти кредиты, оно их может только, скажем, использовать на укрепление национальной валюты. Оно может использовать для пополнения резервов, может на них покупать облигации, ценные бумаги других государств, то есть, чтобы от них получать дивиденды, более того, может так получиться, что, купив на эти кредитные ресурсы ценные бумаги с более высокой рентабельностью, то ничего не делая, Украина все равно будет находиться в плюсе, как государство. Но при этом нам курс на следующий год заложили 1 к 30. Что само по себе уже понижает курс, что, в принципе, эволюция... Нет, нет, не путайте. Пожалуйста, нам курс 1 к 30 никто не заложил. Это всего лишь навсего расчетная величина. Это величина, которая присутствует в определенных расчетах. Это тот ориентир для тех, скажем, предпринимателей хозяйственной деятельности, которые занимаются хозяйственными и экспертными импортными операциями. Курс сегодня установлен национальный банк, причем курс у нас рыночный. Это не так, что кто-то установил, как у нас было лет 5 назад 8, в течение 10 лет, так оно 8 и стоялось. Почему вся экономика наша рухнула? Было резервов 38 миллиардов, мы костями держали курс, пока не стало 6 миллиардов, пока нечем стал уже печку подтапливать, потому что все деньги были профуканы. Поэтому сегодняшний курс, он не должен никого не пугать. Более того, даже сегодняшний курс, который в этом году 27-20, мы видим, что тенденции нету к тому, что он будет даже достигнут или, скажем так, Рубикон перейдет. То есть, поэтому отношение к курсу никакого не имеет. То есть, в принципе, ваш прогноз, что гривна будет стабильной валютой в следующем году? Ну, на сегодняшний день, да. Все может произойти, но сегодняшний день абсолютно стабильно. Если что будет, волатильность, она будет опускаться, подниматься, но... Ну, сезонные скачки, да. Даже не сезонные скачки. Дело в том, что, ну, знаете, как я не хочу называть цифры, да, чтобы, скажем, потом не нести в эту ответственность. Но я думаю, что он поднимется на гривну полторы максимум в течение года постепенно. Это максимум, что может быть. Хотя, возможно, и обратная ситуация с револьвацией. Теперь вопрос, что касается, нужно ли украине этот кредит. И сколько получат самое главное до конца года? Ну, я думаю, что получат сколько надо, сколько запланировано, столько и дадут. Потому что вопрос звучит не так. Или-или. Или дадут, или не дадут. Может быть так, что до конца года не успеют два транша выдать. Дадут только один. Но дело в том, что сегодня действительно в Украине эти деньги, она бы могла и не брать. То есть, если в Украине их не возьмет, единственное, что может получиться, может быть, не сильно, скажем так, стабильная ситуация. Что это означает? Знаете, когда идут, у нас динамика резервов золотовалютных, многие инвесторы понимают, что экономика стабильна. И яркий тому пример, это последняя продажа облигаций госзайма Украины. То есть, мы их продали на 1,8 миллиарда, на 1,3 миллиарда. То есть, 3 миллиарда 100 миллионов поступили сегодня взамен продажи ценных бумаг. Причем, куда эти деньги пошли? Они пошли на покрытие этих долгов по другим ценным бумагам, которые были ранее, и срок гашения которых был 19-20 год. То есть, Украина показывает, что она сегодня в состоянии досрочно погасить те долги, которые есть у него. То есть, это финансовая стабильная организация. Более того, кто купил эти ценные бумаги? Если раньше их покупали сами у себя, офшорные, представительские, правда, там Азаров покупал, Янукович покупал, и потом за 26% годовых в еврооблигациях Украина платила проценты в валюте. Сегодня покупают американцы 46%, частные компании, англичане покупают, то есть, европейские государства. То есть, на них ставятся, скажем так, эти бумаги, которые для них они надежны. Единственное, что меня смущает, достаточно высокая ставка. 70% головы по облигациям, это немало. То есть, можно было быть и меньше. Но это называется, есть над чем работать. Геннадий, по вашему мнению, сколько кредитов Украина получит до конца года? Сколько траншей? И куда они пойдут? В лучшем случае один кредит, стабилизационный, в программе расширенного финансирования. Деньги пойдут на дефицит, не дефицит платежного баланса, не дефицит бюджета будет. А, как всегда, будут положены на счета Национального банка Украины. И, ну, это как бы, это капля в море, во-первых. Эти деньги, правильно сказал господин Каражей, они ничего не решают. Это больше психологическое решение, больше политическое, причем, как сказал тоже коллега Васильковский. Ведь мы, нашим телезрителям, должны говорить правду, и мы должны понимать, что если у юристов и у политологов есть два политолога, три мнения, то у экономистов такого быть не может. Все оно, математика и расчеты экономические, они для всех очевидны. Стратегически, конечно же, нужно обходиться без валютного фонда, без МВФ, который диктует модель, по которой мы зависим, если попадаем. А как сделать так, чтобы добавленная стопа сформировалась, которая была бы достаточно для того, чтобы население Украины удержать в социальных рамках, и оно не уезжало, и оно жило бы не хуже, чем... Да, вот МВФ нас уже вгоняет в определенные рамки, говорит о повышении цены на газ, о замораживании минимальной заработной платы, то есть определенной социальной... Совершенно верно, да. Тут, опять же, вопросы к президенту, к правительству, о том, насколько они готовы торговаться, отстаивать национальный интерес. Да, так я хочу сказать, что нашим, уважаемым телезрителям, очень важно понимать, что здесь бег по замкнутому кругу. Ведь проблема не в экономических расчетах, не в экономических смыслах, которые мы все очевидно видим, что нужно самостоятельно получать высокую норму добавленной стоимости, а это технологии, это инвестиции, это кредиты, и третье самое главное, самое подчеркное главное, это капитальное вложение в основные производственные фонды. Всего этого нет, и нет означает, что мы идем в пропасть. Мы покупаем вот эти облигации, которые, господин Каражеев говорил, правильно, кто их покупает? Спекулянты. Облигации государственного внутреннего займа, я сейчас скажу, кто их покупает. Покупают спекулянты и покупают офшорщики. Мы ничего с этого не получаем. Нас заставляют надеяться на чудо и бежать по замкнутому кругу. Выход, мы еще раз обращаемся к третьему разу с телезрителем, есть выход в том, чтобы государство, наконец, сказало правду, стоп, машина, это неправильная экономическая модель. Может, чуть-чуть добавлю? Да, я вот тут, кстати, с вами согласен, что в плане кредитного рейтинга, то есть Украина достаточно стабильная. Смотрите, для чего нужны мы эти деньги? Мы знаем, что Украине нужно возвращать периодически те или иные проценты, плату за кредит, сами по себе кредиты. Если сегодня, допустим, этого кредита МВФ не было, то Украине нужно было бы где-то эти 3 миллиарда найти. Где мы их должны взять? Золотовлетных резервов, раз. Мы должны покупать эти доллары на рынке внутреннем и отправлять, за чьи деньги? За счет Нацбанка. То есть мы деньги должны издавать из экономики. Сегодня мы не будем уменьшать на 3 миллиарда, потому что мы один кредит взяли и погасили другой кредит. Где-то выглядит странно. Зачем мы берем, чтобы гасить тот? Потому что каждый кредит имеет свои сроки. И Украине очень важно, как заемщику, эти сроки не нарушать, выполнять те договора, которые есть. И поэтому сегодня то, что мы берем один и закрываем, мы фактически себя, скажем, снимаем с себя то обязанное, что нужно срочно покупать 3 миллиарда, выходить на рынок, тем самым увеличивая спрос на доллары, опуская курс гривны, потому что однозначно это будет девальвация при такой массовой закупке долларов. Таким образом, опять же, экономика будет чувствовать стабильную. То есть нам необходимо, не нужно бегать сегодня, искать, или накапливать эти 3 миллиарда, то есть изымая их из обращения. — Василий Николаевич, по Вашему мнению, то, что сказал Данилюк, министр финансов, возможно ли по окончанию этой кредитной программы отказаться от штамм финансов? — Невозможно, нужно, немедленно, еще раз я повторяю. За счет внутренних резервов, за счет своей собственной экономики. У нас есть деньги, но цена вопроса этих траншев, которые, это не имеет значения, там, миллиард дадут или два миллиарда в конце года, я могу по годам за 23 года разложить, сколько мы набрали кредитов. Но цена этого вопроса. Вот, говорят, 3 миллиарда облигаций продали. Вы знаете, что мы единственная страна в мире, где облигации более половина государственного долга скупили хедж-фонды. Хедж-фонды, если по-народному, по-простому сказать, это жулики международные. Хедж-фонды, которые не управляются ни одной экономикой мира, чтобы вы знали. Вот, такой нету прецедентов больше. За 7% долгов хедж-фонды Аргентина обанкротили страну, которая была десятой экономикой мира. Поэтому эти все рассказы облигации кому-то, облигации специально. Теперь же, что под облигацией? Зачем международный валютный фонд заставляет большую приватизацию? Дело в том, что долгов мы не погасим. Я еще раз повторяю, на 17 миллиардов долгов не выплачены международного валютного фонда. Только международного валютного фонда. Сейчас 3 миллиарда по облигациям добавилось. У нас 76 миллиардов государственного и гарантированного государственного долга. Добавились еще 3,80. Это 87% валов внутреннего продукта. Поэтому тут я поддерживаю министра финансов. Он понимает, что мы очень далеко зашли. Еще раз повторяю, вы смотрите, в 2014-2015 году взяты кредиты международного валютного фонда. Еще раз повторяю, 14 миллиардов 870 миллионов гривен. Какая гривна была на 1 января? 8. А какая стала в шевроле 2015 года? 35, 38. Помогли деньги международного валютного фонда? Нет. И не помогут. Никогда не помогут. Потому что, я повторяю, эти деньги не вкладываются в экономику. Эти кредиты выдаются на перекредитовку. Я же не случайно сказал, что бюджет официально закладывает 4,8 миллиарда погашения долгов по кредитам. Валютных. 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 Из них обслуживание 1,9 миллиарда. Понимаете? И вот дадут кредит. Дадут кредит миллиард. А только проценты надо обслуживать. 2 миллиарда в следующем году платить. Вот в чем вопрос. Поэтому некоторые, конечно, понимают цену вопроса этих кредитов. И в том числе министр финансов понимает. Либо ему надо побыстрее убегать с этой должности. Не случайно на него наезжает. Потому что такое заявление делает. Он же понимает, что это убийственно для этой страны. Кстати, там, где Международный валютный фонд помогал, они уже опрокинули около 20 стран. И надеяться в том, что у нас что-то будет, если не миллиард будет, будет еще хуже. И курс, который закладывается, будет курс. Это жульническая схема. Ни в одной стране мира практически такой схемы нет. Чтобы летний период, когда пошли люди в отпусках. Искусственно сбрасывает курс доллара, скупает по бесценке, по 25, по щи целое лето. Это скупленная валюта. Вы сейчас посмотрите, до конца года будет 30. А среди выведут 27 по году. А потом пойдет и 32, и 33, и 35 будет. А среди выведут 30, потому что следующее лето опять скупят народа за бесценок доллары. А потом будет продавать по тем ценам. И вот эти воротилы, которые стоят за спиной Национального банка, заработают сотни миллионов, миллиардов долларов с нашего с вами кармана. Ну, это время покажет, конечно, насколько вот обладается данный прогноз. Я могу пари спорить прямо в студии, в прямом эфире. И то, что я говорю, так и будет. И посмотрите. Какой вы курс прогнозируете? Курс прогнозирую 35. 35 на следующий год, да? На следующий год и до конца года будет, и 30 будет, и 32, может быть, пойдет ноябрь, декабрь. Вот 35 вы прогнозируете. А в среднем, в летом потом сбросят, скупят, я повторяю. Это же, это журническое. Если бы было, если бы было, хотя бы в одной европейской стране, чтобы колебание такое было, то есть, земга один курс, вот, евро, в зоне евро. Может такое быть? Абсолютно не может такое быть. И оно никогда такое не будет. Это жулик и скупает. Знаете, у нас Николай Васильевич рассуждает, как это плановая экономика, как и директивная экономика. Мы доножим... Я профессионально рассуждаю, и могу доказать. Теперь телезрителям еще говорю, чтобы не было споров. Смотрите, я по памяти. При Кучме за 7 лет, с 1994 года взяты кредиты Международного валютного фонда, 4 миллиарда 300, я округляю, миллион. При Ющенко взяты 10 миллиардов, а Кучма вернул, 4 300 взял, 2 600 вернул. При Ющенко взяты 10 700, вернули полтора миллиарда. При Януковиче 3 400 взяли Международного валютного фонда, вернули 9 миллиардов, 40 миллионов. Василь Николаевич, скажите, пожалуйста. Послушайте, послушайте внимания. При Порошенко, Яценюку и Гройсману взято 16 миллиардов, 800 миллионов долларов. А вернули 5. Вы просто... 17 миллиардов, я не хочу грубо выражаться. Василь Николаевич, вы же взрослый человек, прекрасно понимаете. Если бы Украина не возвращала вовремя долги, ни один бы МВФ, никого бы ничего не дали. Я думаю, что вы не знаете. И нам сегодня никто условий не ставит вернуть долги. Если бы мы были столько должны быть, совсем другие условия ставятся для Украины. Причем МВФ сегодня, население Украины, нужно молиться на него. Зачем молиться? Потому что если бы не МВФ, сегодня наши пенсионеры бы не имели повышения пенсии. Сегодня наша пенсионная реформа никогда бы не состоялась. Эти деньги не идут в бюджет. Смотрите, вот у нас идут определенные деньги, да, кредитная ТМВФ. Часть идет на выплату, собственно, тела кредита, часть на обслуживание кредита, часть остается для экономики Украины. Как вы считаете, вот та часть, которая остается для экономики Украины, она работает на то, чтобы запустить, собственно, нашу экономику? Сегодня нет такой рентабельности, у меня 3-4% годовых, это стоимость кредита. То есть мы должны только взяли и плюс 3-4%. Ну нет такого нигде. А вы знаете, что я об этом и спрашиваю? Я об этом отвечаю. Вы смотрите, цена. Человек рассуждает о процентах, а цена вопроса. Повысили жилищно-коммунальные услуги, затеяли пенсионную реформу, которая заканчивается... Давайте сейчас обо всем сразу поговорим. Давайте не заговаривать все-таки проблемы. Майдарт, пожалуйста, продолжите. Да, поэтому, знаете, вопрос опять же повторюсь. Не важно, сколько мы берем, важно, как кредит используется. Можем и вкладывать. Да, мы можем взять 10 миллиардов. Мы на это сделаем всего лишь 2 километра дороги, условно говорю. 2 километра дороги спасут? Нет, не спасут. Они дадут толчок, не дадут толчок экономике. Сегодня для нас МВФ этот кредит, это просто возможность не изымать деньги из оборота, а пускать их дальше в обращение. Так мы используем эту возможность или нет? Конечно, используем. У нас уже прошло столько, почти 3 года кредитной программы. Мы использовали или нет? Нет, во-первых, у нас есть долги, это раз. Долги возвращаются. Мы видим сегодня бюджет, который 1 триллион, то есть размеры бюджета значительно превышают предыдущий. Да, экономике тяжело подниматься, потому что экономика это не коньки, сел и поехал на них. Тяжело запустить, тяжело остановить. И те изменения, которые происходят, они неодноразовые. Когда 70% экономики в тени, когда сегодня сама экономика, знаете как, внутри нее происходит сопротивление, которых не устраивают ни реформы, ни изменения. Как что-то можно здесь менять? Вот я еще раз... Это бюджетная сфера в основном, в том числе. Ну, тенизация, это же вопросы государства. Конечно, да. Ну, это, значит, нужны силовые методы. Почему нужны так? А почему же они... Вот сколько времени уже прошло? Потому что мы жили малый и средний бизнес. Понимаете, мы пытаемся сделать ему проблажку. Было 41% ЕСВ, стало 22%. Что произошло? Ничего, кроме того, что увеличился дефицит пенсионного фонда. Геннадий. Вот я с коллегами все равно в любом случае согласен абсолютно с Василием Николаевичем. И абсолютно согласен, причем самое парадоксальное, с господином Эдуардом Андреевичем Корожей. В чем здесь секрет? Для наших телезрителей, вот я со своей точки зрения говорю следующее, мы говорим сейчас не то, что это не о том. Понятно, что МВФ стабилизирует на определенном периоде макрофинансовые показатели для того, чтобы нам поверили. Но нам не продолжают верить, инвестиции не приходят. Может, давайте результаты разбирать. Кредиты не снижаются, ставки. Беззалогов кредита нет, проектного финансирования нет. Рост экономики реального нет, только номинальный. Гривна, которая обесценена, он 2%. Если взять реально, то экономика снизилась с 180 миллиардов долларов до революции достоинства, до 90 миллиардов, примерно сейчас. В два раза. Нет, ну давайте не сравним. И вот это главное для населения страны. Для кого делается... Здравствуйте! В эфире студия «Репортер». Ее проведу я, Константин Гречаны. Сегодня мы поговорим, нужны ли Украине кредиты МВФ. Я думаю, что практически все наши граждане знают, что сейчас действует четырехлетняя программа кредитования Украины со стороны Международного валютного фонда. Половину суммы мы уже получили. Это примерно 8,5 миллиардов долларов. И вот сегодня мы обсудим, необходимо ли Украине дальше продолжать работать по этой программе. И, собственно, за счет чего погашать уже те долги, которые есть. У нас в гостях аналитики, экономисты, эксперты, которые помогут нам разобраться в этом вопросе. Геннадий Чижов, добрый вечер. Добрый вечер. Эдуард Каражи и Василий Васильковский. Здравствуйте. Собственно, этот вопрос мы и задаем нашим телезрителям, которым предлагаем принять участие в интерактиве. Нужны ли Украине кредиты МВФ? Если вы считаете, что нужны, звоните по номеру 784-80-81. Если считаете, что не нужны, по номеру 784-80-82. Если у вас есть вопросы к нашим гостям или мнения, звоните по телефону прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. Василий Николаевич, давайте начнем с вас. Другой секрет. Это не экономичек, это не экономичек. Откуда вы взяли 40%? Или больше? 35%? Нет, согласитесь, это минимум 40%. Вы считаете, что меньше у нас в тени экономики? Почему она в тени? Давайте выводить 10%. Это абсолютно правильно. А теперь правильно. Как мы выводим? Государство при не разрешении поднять официально минимальную заработную плату. Что нам сказали? Государство нас давит. Государство нас ставит, мы не можем платить официальную заработную плату. Мы делаем это. Понимаете, у нас врач, он врач, имеет диплом, чтобы делать какую-то операцию или хотя бы зайти в учебный кабинет. А бизнесмены у нас все. И когда у человека не получается бизнес, он считает, как будто в этом не инноватом, у него самого себя. Тоже надо учиться на бизнесменах. Я попрошу режиссера студии сказать, какие у нас результаты. Напомню, мы у наших телезрителей спрашивали, нужны ли Украине кредиты МВФ. Лишь 8% считают, что да, но в принципе, как по мне, результаты прогнозируемые. Я думаю, что этот момент больше психологический, чем аналитический. Потому что, ну понятно, что никто не хочет брать деньги в долг. Но тем не менее, я вас попрошу по очереди все-таки буквально по 30 секунд прокомментировать эти результаты, Геннадий. Я, честно говоря, шел на передачу. Я рассчитывал, что будет заострено внимание на то, что пенсионная реформа безумная. Она не пенсионная вообще реформа. Вообще-то не реформа. Мы углубимся, если в каждую... Это ключевый момент. Вот так все делается у нас в этой стране. Когда бы реформа не состоялась реальной, кроме на децентрализацию. Все остальное спущено на тормозах. В итоге мы не знаем, за счет чего появятся в экономике свободные, белые, налогообложенные деньги, стабильные, без инфляции. Мы не знаем. А это катастрофа. Эдуард, в прошлый раз, когда была подобная тема, 2% было за выдачу кредитов. Сегодня их 8. То есть в 4 раза зрители стали понимать, что такое кредит МВФ. И что их не страшно брать, как черный лун. Ну, я же говорю, еще раз повторю, психологически никто не хочет брать в долг. Понятно, что... Когда вот другое дело, если бы человека поставили перед выбором, да, в конкретной его ситуации, тогда... Брать в рейтинге, давай тяжело, да. Вот. Василий Николаевич. Ну, а ты еще раз говорю, что телезрители оказались умнее наш с вами в студии. Понимаете, простые телезрители и те оценивают, что все кредиты, все подачки МВФ, это убийственно для нашей страны. И цена этих кредитов очень дорого будет нам стоить, нам и нашим поколениям, детям и внукам. Я благодарю вас за интересный эфир. Мы обязательно еще соберемся, я думаю, в таком же составе в этой студии, поговорим о тех реформах, которые проводятся. Они так или иначе все равно связаны с кредитами МВФ. Вот. Еще раз вас благодарю. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях были Василий Васильковский, Эдуард Каражи и Геннадий Чижов, наши эксперты. Мы работали в прямом эфире, студию провел Константин Гречан. Оставайтесь на репортере.